Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы побеседуем с чемпионом мира по боевому самбо. Человек, который совсем скоро проведет свой поединок на турнире UFC 145 в Чехии против Диего Феррера. Рустам Хабилов, как ты себя чувствуешь на твоем состоянии, как проходят сейчас тренировки? Чувствую себя очень хорошо, подготовка уже идет к завершению. Сейчас основная задача будет сбрасывать вес. Где тренируешься, кто помогает в этом процессе, наставляет, возможно спарринг-партнерах выделил бы? Ну, я вот тренируюсь в тайтл-тим. У нас тут и боксер, и тренер. Шафидин Аллахбердивик, Али Ахмедов, функционалка. У меня с ним основная работа. И подъедет, и он мне помогает. Ну, помимо этого, я вот в Дагфайтер зал хожу, чемпион, бывший чемпион зал хожу. И Анвар Абдулавич хожу на бойбом вольном. Так что есть люди, которые помогают мне в подготовке. И спарринг-партнеры тоже, конечно, есть. Дагфайтер основной спарринговал. И Шамиль Заурок тоже помогает мне. И я ему как бы помогаю. У него тоже скоро будет. Тоже 22 июня, кстати. Наверное, поэтапно будем подходить к различным темам. Вот ты, одну из последних тем, ты сказал о том, что тренируешься у Анвара. И ты, на самом деле, очень такой известный, немало известный тренер. И как раз вот не так давно проходил Ярыгинский турнир. Турнир имени Ивана Ярыгина. Что скажешь об этом? Как ты думаешь? Что думаешь о результате? Мы видели, что в твоих социальных сетях регулярно публиковались записи о наших спортсменов. Поддерживал земляков. Что думаешь об этом турнире? Как он прошел? Вообще для нас, конечно, хороший результат для Тагистана. 7 золотых медалей. 7 золотых. И помимо этого призера у нас хватает. Я как раз таки хочу поздравить их всех. И тренеров, и ребят, которые заняли призовые места, чемпионные места. И также и массажисты нашего Маджида, и Шамиля нашего врача. Это вся команда. Я вот с ними участвовал на сборах. Все. Это как одна семья. Мне очень нравится с ними тренироваться. Все. Ну, Анур Абдович – это, конечно, отдельная тема. Очень хорошее отношение у меня с ним. Он большое внимание выделяет мне. Подготовки помогают. И ставит мне парни партнеров, с кем бороться. Хороших ребят. И я всегда по заданию работаю с ним. А именно о спортсменах? Кого бы выделил? Спортсменов, да. Борцов, вольного стиля. Из Борцова до Расул Газин Магомедов. Очень хорошо поборолся. Дукратный чемпион мира. У него не было в копилке еще и Аргинского. Чемпионом и становился. Я думаю, это для него было принципиально. И он сейчас это сделал. Ахмед Гаджин Магомедов очень хорошо с ним дружу. Ему мне очень помогало тоже в подготовке. Он тоже чемпионом стал. Очень хороший парень тоже. И вот тезка Ахмед Чакаев, да. Что скажешь о ситуации, которая в конце произошла? После схватки финальной. То, что бутылки кидали. Ничего страшного после времени. То, что сделали прием, это не считается. Я видел на чемпионате мира, как Гадисов, когда боролся в финале с нашим парнем, который за Турцией борется. Он сделал прием и во время падения на табло уже 0-0 было. Ну, естественно, это не засчитали оценку. Он полностью не выполнил. Надо было чуть раньше это все делать. Чуть раньше активизироваться. Вообще, у наших борцов есть такая черта, у российских борцов. Отличается от американцев тем, что отдают балл, проигрывают. Они ждут последние 30 секунд. И потом они начинают все, что есть, выкладывается там, чтобы заработать балл. Но 30 секунд мало. А у американцев это отличается тем, что они отдали балл, они сразу начинают атаковать. Пока они не выиграют на балл, они будут атаковать. И чуть-чуть есть в этом. Поэтому спорных моментов много бывает. В твоей карьере было такое? Были такие нюансы, когда зал против тебя, когда аудитория, которая находится, и там, где ты выступаешь, выходишь в октагон. Что, возможно, освистывает, возможно, негативный, моральный аспект негативный. Было ли такое где? Да, я когда первый раз выступал, свой дебют делал в UFC в Лас-Вегасе. Я дрался против американского бойца. Зал свистывал, освистывал против меня, когда объявили меня. Когда я выходил, я помню, там даже всякие гадости кричали. А так, такого я прям, после этого я так не слышал, что освистывали. Бывало такие моменты, когда в некоторых боях, когда застаиваемся с бойцом, например, он ждет и я жду. И в этот момент зрителям это не нравится, только такие моменты бывали. Какое сейчас отношение в UFC? Ты, буквально год назад, у тебя выдался очень успешным. Четыре боя в год ты провел. Просто вау. На самом деле, поздравляем тебя. Спасибо. Однако, вот сейчас такое небольшое затишье. Какое вообще самочувствие, по какой причине? И как-то морально тебя это как-то смотивировало, чтобы в дальнейшем завоевывать такие же результаты, достигать? Да, немного затишье было из-за травм. Мне приходится иногда восстанавливаться. После тяжелых сгонок быстро получаем травмы. Это не исключено. Даже любой спортсмен, который входит в хорошую форму, у него, я думаю, не бывает без мелких травм и все такое. Но у меня были серьезные травмы. Мне что-то пришлось взять перерыв. Ну, конечно же, с каждой победой мне хочется, чтобы эта полоса не прерывалась. И мне хочется доказать еще больше и больше. Выигрывать дальше. И меня это мотивирует. У меня отношения хорошие с UFC. У меня есть контракт еще на два боя. Они мне последний раз дали на четыре боя. Еще сейчас два боя у меня впереди. После следующего боя будем смотреть, как и что дальше. Как вообще сейчас процесс весогонки? Как готовишься к лазиньков? Ну, вообще процесс только на диеты все такой. Конкретно еще не начался. Вес чисто сбрасываю на диете. А вещи одеваю там весогоночные еще рано. А вот сейчас процесс чем-то отличается от того, как ты гонял, к примеру, два-три года назад? Да, отличается. Очень сильно даже отличается. Так как раньше я работал с диетологами, но они вот за две недели до боя могли на почту отправить, там расписать, что поесть и все. И поэтому самому приходилось это все делать и очень тяжело было. А сейчас у нас есть такие там места, где открылись заведения, где еду привозят домой. И диетологи, они смотрят вес, все расписывают. И вот так мы сейчас сбрасываем пока по диете. Я вот день пять раз питаюсь сейчас и не чувствую, что... Чувства голода у меня вообще не бывает. И очень вкусная еда. Тайтлфуд предоставляет мне все. Поэтому я вообще не чувствую, что есть какие-то напряги, как раньше. Если там, например, я мог там до двух недель есть, там, как обычно, да, у меня вес большой оказывался. И потом я ее сбрасывал. У меня тяжело очень, я восстановление после этого у меня бывало. А сейчас я заранее сушку начинаю, на диету сажусь, не чувствую. Каждое утро я стою, у меня на 600 грамм меньше, у меня вес показывает. Естественно, еще больше желание тренироваться тоже, когда вес вниз идет. И силы тоже сохраняются. На бое я за 10 дней полечу. На 10 дней? А в 10 дней как будешь? За 10 дней вот Али Ахмедов со мной вместе тренера все. Он же и мне диету все будет там составлять, все помогать. У меня сейчас такая команда, что мне не приходится ни о чем беспокоиться, ни о диете там, ни о тренировках. Я просто прохожу и выполняю планы работы. Я только думаю о своем бое и все. Расскажи, давай немного в историю идем. Расскажи, как вообще ты пришел в этот спорт и как попал к Абдулманапу Нурмагомедову? Ну, пришел в этот спорт. Я как школу окончил, устроился учиться в автодорожный колледж и я решил пойти в зал потренироваться. Начал ходить, тренировался там первые полгода и у нас был отбор на турнир по боям без правил. Я еще был совсем молодой и там у нас были перекидки в зале, я их прошел и Монап меня выставил на турнир. Я выиграл этот турнир тоже. Какое знакомство произошло? Вообще, мы живем в моем село и моего тренера в село настолько речка разделяет. Киравул? Киравул, да. Киравул и Киравул это вообще почти одно село. Речка только разделяет. Я слышал, что такой тренер есть там и что у него сыновья, борцы и все такое, когда я в селе жил. Ну, когда я в город переехал, их племянник, он мой одноклассник. И он... Кто это? Али есть у нас парнишка с села, он раньше выступал, потому что она очень хорошо, сейчас уже не тренируется. Мы с ним пошли в зал, все, потренировали, все. И Монап, естественно, спросил, откуда, что. Я сказал, я с такого-то села, он говорит, ходи в зал. И у нас было много ребят там в зале. Ну, как-то я отличился. Я сам не знал того, и Монап начал больше внимания мне уделять. Он тебя видел на каком-то турнире? Вот они меня выставили. У нас там... Я выступал на 58 килограммов, кажется, да. Или 62 килограмма, что-то такое было. У нас там три человека с нашего зала было, там несколько человек с других зала было. И нам, чтобы на этом турнире выступить, надо было нам перекидки сделать в зале. И там такие короткие бои нам давали. И я выиграл там всех соперников своих на перекидках. И, наверное, этими отличился. И потом на турнире тоже я выиграл бои свой. Что дальше? Что дальше? После вот этого, да. После этого я не пропускал тренировки. Я сам увлекся. Тоже автоматически перешел в зал тренироваться? Я и так, как ходил, я не пропускал до этих соревнований. Мне понравилось. Я вот утром-вечером тренировался. То есть ты тренировался уже в его зале? Или ты тренировался в учебном заведении? Нет, нет. Я пришел сначала в его зал. У нас только там боевое самбо открыли. В Махачкале. И я вот пошел туда. Я услышал, что у нас такой вид спорта. Там боевое самбо. Он первый, кто открыл? Да. Он первый был, кто открыл этот зал. И много вообще ребят там собралось. После первого чемпионата Дагестана людям еще больше понравилось. Зрелище было хорошее. Там в кимоно можно бить без шлемов, без швидков. Партери можно добивать, болевые делать. Ближе к боям это все было. И естественно залы заполнялись. Пединститут, зал большой и он был полный. И люди приходили в зал тоже. Естественно всем нравилось. У нас же такие спортивные ребята все. И любят такое. Вот так я тренировался у них в зале. Ты рос на Махачкалинских улицах. Расскажи каково это жить там, где воспиталось большее количество титулованных спортсменов? В Махачкалинских улицах конечно тяжело выживать. Особенно когда ты приезжаешь в села. Раз, два. Сколько тебе лет было? 17. Я... Во первое время вообще вас не было другим. Зал, дом, учеба. И... У меня получился небольшой конфликт на учебе, и этот конфликт чуть закончился не очень приятно, и после этого у меня на учебе проблемы были, но я себе нашел другое занятие в спортзале, и это меня спасало. Когда я начал давать результаты, естественно, я восстановился на учебе тоже, и у меня все было гладко, и у меня, например, Амир Сайпилович – это замдиректор колледжа, и он тоже бывший спортсмен и тренер по кикбоксингу. – Какого колледжа? – Осторожного. – На каком факультете учился? – Экономическом. – Экономить научился? – Бухгалтер. Считаю хорошо. Ну, естественно, он, как бывший спортсмен, все понимал и помогал мне в сессии, все, я вот тренировался, я приглашал постоянно на свои турниры, и он с удовольствием приходил, смотрел, посещал турниры. Также я старался выступать на колледжевских турнирах, тяжело было результаты давать по вольной борьбе, по дзюдо. Я выступал везде, где мог. – Конкурессия? – Да, конечно, я только начинающий был для этих видов спорта. Я умел больше драться. – Образование. – Какую роль оно играет в твоей жизни, возможно, и на тот момент, сейчас? – Образование большую роль играет, конечно, у любого человека. – Да, ну, сейчас наше время особенно. – Без образования уже ни на какую работу не устроишься, и в то время я об этом не думал. – Мне когда-то придется завершить эту карьеру и найти свой путь. – Будешь в угадку? – Может быть. – Я вообще продолжаю сейчас учиться в городе Хасаверте, в ДГУ, юристом буду. – Я думаю, у тебя хорошо получится. Защищать права ты точно своришь. – Так, а знаешь, именно знания, возможно, вот на тот момент, когда ты только поступил, когда ты только начал учиться, то есть самообразование сильнее, жизненный опыт, вот это все в совокупности, как они меняли твою жизнь? – Ну, так как я больше себя видел спортсменом, и я уделял больше времени в спорт, надо тут выбирать уже одно. – То есть есть выбор? – Да, невозможно быть там отличником и отличным спортсменом. Тут приходится выбирать, ты должен или отдавать полностью себя там или тут. Это большая нагрузка. – А если держишь золотую середину, ну или ее найти невозможно? – Нет, возможно ее найти, например, если, например, спортсмен, и он в сборную попадает, ему постоянно приходится и ездит по сборам. – А как ему учиться? – Тут выбор стоит. – Надо весь результат оставить свой и учиться. – Ну, надо где-то себя найти по-любому. – Как это сделать? – Надо выбрать, я же говорю, свой путь надо выбрать. Если ты решил учиться, надо в спорте уже поддерживать себя, чтобы форму физическую поддерживать и учиться. А если ты решил стать спортсменом, тебе нужно вовремя просыпаться, вовремя ложиться, тренироваться, питаться правильно, я должен быть режим. Потому что если я буду, например, в день час тренироваться и пять часов учиться, а мой соперник будет на соревнованиях, с кем я попадусь пять часов тренироваться и час учиться, естественно, меня растерзает. – Ну а что ты скажешь об одаренности? Вот есть реально спортсмены, и я уверен, что ты знаешь таких, которые тренируются раз, два раза в неделю и добиваются больших высот. – Ну вот мое мнение, что талантливые спортсмены, они отличаются от пахарей. Им легко все удается, и удается все легко, и они поэтому… – Могут также легко попрощаться? – Да, они так и происходят в основном. Они пока молодые и все, они там за счет своего таланта все могут сделать, показать хорошие результаты. Но когда уже приходит определенный возраст, когда проходит, это уже и талантливым тоже тяжело бывает. Тут уже кто пашет и характер проявляет, они свое берут. – Примеры? – Примеры? – Примеры много таких спортсменов. – Тут одного-двух хотя бы. – Которые неудавшиеся спортсмены. – Которые оставили. И не будем называть неудавшиеся, которые на самом деле пересмотрели свои взгляды и ушли со спорта. Ну да, им давалось это легко. И возможно какое-то другое направление выбрали. Я могу, например, назвать того, у кого есть талант, и они добили своего, потому что они всегда на слуху. Если человек талантливый, он, конечно же, проявляет характер, тренируется, пользуется этим. И, зная это, еще улучает себя. Такие как бы Айсар Сайтиев. Пожалуйста, пример. – Еще? – Малют Батыров. Я думаю, он тоже талантливый. Очень. Утром. Сегодня утром. Рано утром была очень неприятная ситуация. Американец наш Резван подъехал, поддерживал этот. Устан Хабилов Лоб Лоб встретился с Норман Парком. И следующий юждага для Башир, обычно в Америке, который в Диазе там участвовал, участвовали в этом. Еле-еле домработникам UFC. И мне удалось их разнять. Еще я опоздал секунду пять. Инцидента не избежать. – Даже так. – Ты попал, вообще интересно услышать и узнать о том, как ты попал в зал Джексон Винг. Чем вообще там тренировки отличаются от российских? Вот немножко вот эту историю хотелось бы от тебя услышать. Ну, подход такой индивидуальный более. У ребят там, например, физподготовка, она отдельно проходит. Борцовская тренировка отдельно проходит. Ударная тренировка отдельно проходит. И один день бывает, когда все смешано. Ну, у нас обычно как было. Мы там проходим в зал, боремся, все. А потом встаем, лапы там уже с борьбы на ударную технику перешли. Как-то так, там, функционалку, там, горы бегаешь, там, неделю два раза. А тут чуть по-другому. – Расскажи о тренировках. С Джонсоном, с Кандитом, с Рони. Как вообще… Какой, возможно, профессиональный уровень? Сильно ли на тебя отразился? Многое ли смог взять? Ну, я получал опыт хороший от них. Это такие серьезные бойцы. Были в то время, сейчас тоже они серьезные. Я вот выкладывался на сто процентов, когда с ними, например, спарринговал, когда боролся, старался показать себя больше, что я могу. Я во время спаррингов там, с иронией, я знал, что он очень хороший в стойке. Я пытался в стойке. В борьбе я его и так переигрывал. Также Карлоса Кандит. У него очень хорошая функционалка была в то время. И тяжело вообще с такими бойцами было. С Джонсом я не спарринговал, конечно, он намного больше, чем я весил. Мы с ним боролись. Я как-то помогал ему в подготовке тоже. Как-то так старались. Все там старались, конечно, друг другу помогать. Я помню, читал статью в социальных сетях. Я хотел именно в интервью у тебя узнать эту информацию. Если я не ошибаюсь, как-то был у вас случай, что в Альбургерке вы убегали от хулиганов. Так ли это на самом деле? Что за история? Я читал это, да. Я читал это в интернете. Ты читал это? То есть это не твоя история? Нет. Нет. А вообще, что ты знаешь вообще о ней? Я ничего не знаю об этом. Я смотрел и смеялся, читал это. О том, что это неправда. Такого вообще не было. У нас был один раз случай такой. Я с Адланом Амаговым зашли в супермаркет, Walmart и хотели сделать покупки. И с нами оператор был, Миша Любимова есть такой, сейчас он менеджер, Jackson Swing и так далее. У него была такая камера, как раз вот такая. И я смотрю, с парковки проезжает джип и там сидят двое мексиканцев, а не мексиканцы были 100%. А потом мы, короче, гуляем там в супермаркете, все там покупки, все делаем. Я смотрю, эти ребята ходят за нами. Я говорю, они вроде проезжали, а уже здесь везде, где мы, они за один нас ходят. Они, по ходу, хотели отработать эту камеру. Зашли туда за нами. И потом мы уже там все там, ну, на кассе уже все оплачиваем. Я говорю, Адлану, что, выйдем сейчас? Надо, говорю, сразу их спать отправлять. А то, говорю, они еще оружие что-нибудь достанут. Человек может быть по чем угодно и сделать что угодно. Так что их надо сразу нейтрализовать, если они к нам подойдут, что-нибудь начнут говорить. Мы вышли из кассы все оплатили. Идем. Я остановился. А, они возят нас, обошли нас. И такой, я говорю, что ему вот так головой. Он говорит, вы русские? Я говорю, да. А они, а, хорошо. И, кажется, вот это слово там все разрядило. Для них там слово русский, там нет такого, дагестанец там, чеченец кто-то. Они, если с Россией, они, о, все русский. И они вышли, я не знаю, там, они, кажется, чуть по-другому относятся там к русским. И все, я, я, мы вышли с этого супермаркета. И я смотрю, он там подошел к своему джипу, там, поставил руки на капот, смотрит на нас и отжимает. А, конечно, мы посмеялись над этим. Сели машины, уехали, а они ничего нам не сказали. Хорошо, что ничего тоже не сказали. И вот такой случай был однажды. А так такого не было, там, мексиканцы за нами бежали. Это вообще смешно было, я читал это все. Че, болеет, да? Красавчик, красавчик. Красавчик, да. Че, могу посоветовать только тренироваться, время в зале проводить, не бухать. Смотрите, не мухайте, не курите. Да, еще одна нет. Че там сказали? Блин, не знаю, че даже сказать. Короче, тренируйтесь, пацаны. Ууу! Че, шеф, да? Красавчик. Скажите пацанам. Давай, ты как душа тренируйся. Давай, ты как душа тренируйся. Человек, на самом деле, хочет от тебя услышать слова, потому как о нем, возможно, какую-то аналитику, потому что очень хорошо, очень ярко себя показал. На самом деле, все о нем говорили. Какой он в твоих глазах? Во-первых, он очень порядочный человек. Отличный друг. И мы с ним вместе жили. В одном доме жили. Тренировались вместе. Я с ним достаточно очень хорошо знаком. Ну, как спортсмен, он, конечно, очень яркий. Очень вот талантливый тоже Атлан. И очень зрелищный боец. Его сразу там в зале отличился он, как пришел. Тренера очень сильно его любили. Он к старшим тоже очень уважительно относился к тренерам. Хороший человек. Знаешь, твои поражения Хендерсону, Адриану Мартинсу, в основном, вот, связывают с, возможно, навязчивой, что ли, работой в зале Джексон Винк. Так ли это на самом деле? В социальных сетях, по крайней мере, какие-то эксперты. Возможно, диваны. Вот, в основном, именно, вот, говорят, что, да, вот такая ситуация. В основном, тебе навязывали работу в стойке. И по этой причине произошли вот эти поражения. Твое мнение. Вопрос такой о моей победе, до этого, которые были. Вообще, когда с Мартинсом готовился, я в Дагестане готовился. Так что с Хандерсоном я неплохой бой, я думаю, показал. Просто меня подвела функционалка. Поэтому тут не может быть никаких вопросов. Конечно, это те люди, которые не видели тот труд, который я видел. Те тренировки, те часы, которые я в зале проводил, тяжелые. Они могут это говорить. И каждого есть свое мнение. Эти поражения, они тебя изменили как-то? Да, они на многие вещи открыли мне глаза. И я вот, я ни в коем случае, вот прошло время, ни о чем не жалею. Что там были поражения, все такое. Я тренируюсь, я делаю свою работу. Такое происходит у спортсменов. Вот буквально на выходных, как Федор Емельяненко проиграл. Любой человек может готовиться там месяцами в зале проводить и за 30 секунд проиграть. Обычное дело. Любой может проиграть. Я могу сейчас на бой выйти и тоже там, я не знаю, в первом раунде проиграть. Так что это спорт. Соперник тоже готовится, тренируется. Не все так легко. Конечно, бывает там много сложностей, которые я там, как в основном, я смотрю, когда там бразильцы, когда интервью дают, они там в слезах бывают, там всю свою жизнь рассказывают, как им тяжело было. Я такое не привык рассказывать. Да, тяжелые моменты бывают, но это остается в себе. Какой-то план на бои, возможно, изменил? План на бой? План на бой выиграть всегда один план. Знаешь, май, если не ошибаюсь, 2014-го конфликт с Алиба Гаудиновым. Открой зависть. Расскажи, что вообще, как там произошло? Что вообще послужило тому, что вот какое-то недопонимание, возможно? У нас был случай, такой момент был, что мы вместе жили. Я узнал, что они приехали в Альбукерке тренироваться. Я, естественно, им предложил. Я снимал там дом целый, там много комнат было. Я предложил им, как дагестанцы приехали туда. Да. Кто приехал вместе с Али? Ну, он один, он был и тренер был его. Как-никак, даже дальше, если я тренера так хорошо не знал, его-то знал. Я предложил им, я говорю, у меня есть свободная комната для вас, все, зачем вам платить, живите вот здесь. И они тоже переехали ко мне туда. И мы на одной машине ездили на тренировку, так удобнее было. И, естественно, его тренер и мне тоже помогал. Там Андрей Ивичук есть боксер, тренер по боксу. Бупас. Он мне помогал тоже. И все нормально было, все отлично было. Потом Али Абдул-Азиз мне, я когда готовился на бой, он мне делал хороших спонсоров тогда, спонсоров. И они это все увидели. Они удивились, как так, что у нас что-то нету. Так, давай помоги нам тоже. Мы тоже будем так работать. Мы сказали, хорошо, проблем нету. Я поговорил, все. Я с Али поговорил один раз. Он мне начал говорить, у меня там много бойцов, все такое. Я, говорит, времени нету, все такое. Я говорю, нужно помочь. Я говорю, близкий человек, давай помоги, все. Он нам предоставил контракт на хорошую сумму. Контракты там с разными фирмами, спонсорство ему. Естественно, за свою работу он хотел свой процент взять с этих денег. Менеджерский? Да, это, я думаю, ничего такого. Все, мы договорились, они уехали. К следующему бою уже отправили им контракт с такими-то спонсорами. И там же не бывает такое, что вот с одним спонсором ты заключил. Там один 5 тысяч долларов дают, другой там 3 тысячи, другой 7 тысяч. Со всеми логотипы заклеить. Он со всеми с ними договорился, все сделал. Контракты взял у них, переслал и сказал, подпишите этот контракт. Вот так я свои там 10-15 процентов беру и все. И тут ему пишет там Камиль Гаджиев, ни с того ни с сего, он даже его не знает. Ему на почту пишет. Видимо, Али передал ему, сказал, вот такой контракт отправили мне. Вот такие суммы, такие проценты. И Али написал, тут Камиль Гаджиев, мы ничего тебе платить не будем. Если ты хочешь помочь парню, помоги. Контракт не захотели подписать. А он мне тут звонит и говорит, такой шокированный. Я, говорит, со всеми с ними договорился, все такое. Как так? Почему там... Почему так, короче, поступили? Я тоже не знаю ему, что ответить. Мне, конечно, неудобно. Это с моей стороны очень несерьезно было. Получалось так, да? Потому что в то время я только один из первых был, кто там выступал. Я сразу думаю, вот мне нужно, например, нужно будет завтра там за других ребят просить у него. А он мне скажет, когда после этого, что он не захочет со мной работать, потому что подумает, что ребята несерьезные. И потом, когда они приехали в Америку на свой бой, Али уже приехал тоже со своим тренером. Почему у Камилы была такая реакция? Я не знаю, почему такая реакция была. Он, может, подумал, что хочет увезти своего бойца. Там все такое. На самом деле такого не было, потому что мы договорились только о спонсорстве. И это не было по моей просьбе. Мне не нужен был ни рубль оттуда, ничего. Я вообще не в теме был. И теперь они прилетают все. Я говорю, почему так поступили? Почему? Объясни, что как там. Я говорю, вот как раз он тоже здесь. Пойди, извинись там. То все у нас там получился неприятный разговор. Конфликт все закончилось. Не очень хорошо. Основной вот такая причина была этого всего. Ну, на тот момент вы готовились к двум важным боям. К сожалению, оба проиграли. Да. Вот на данный момент ты жалеешь об этом? О том, что произошел вообще этот конфликт? И каких вообще сейчас отношений с Али? Ну, жалею или нет об этом? Я, наверное, я должен меньше всего, наверное, жалеть об этом. Я так думаю. Я потому что старался как лучше. Я хотел как лучше. Касаемо отношения с Али, я его не видел больше после этого. Но у меня нет никаких претензий к нему. Если увижусь, даже поздороваюсь. Только желаю ему всего наилучшего. У нас там, да, получилось все. И на этом, я думаю, мы закончили. Ты, не ошибаюсь, второй россиянин после Хабиба, кто подписал контракт с UFC. Расскажи об этом подписании. Как это произошло? Ну, я первое время не мог подписать. Я в Америке находился полтора года уже. И не мог нигде сделать бои. С менеджером у меня проблемы были с первым. Чуть-чуть подвел меня. Постоянно обещал бои. И никак они не делали мне бои. Потом я обратился к Грегу Джексону и сказал, что так не может больше продолжаться. Мне надо или уехать, или остаться, чтобы он помог мне. Он, конечно, сказал, что ты никуда не уедешь. Если надо будет, если у тебя денег нет, ты будешь у меня дома жить. Я тебе все сделаю, все помогу. Он меня сконтактировал с Али. С Али Абдалазизил. И тот, естественно, мне сразу один бой, второй бой. И три боя подряд я провел. Не в организации UFC. И после этого мы подписали контракт. Он пробил мне контракт. Многие заметили, что между тобой и Хабибом не то, что даже разногласия, что просто вы не появляетесь вместе в общих кругах. Конечно, масса обсуждений в социальных сетях. Однако во время последнего боя ты его поздравил с победой над Конором. И это было какое-то перемирие, или это просто стечение обстоятельств? Вообще вот об этом хочется услышать от тебя. Нет, то, что там между нами было, это таки останется. У нас не было каких-то разборок или чего-то еще. Просто хочу, чтобы знали все такие же братские отношения в душе. Если что-то, например, понадобится, например, меня не надо будет звать на помощь. Я и так пойду помогать. Буду стоять там, где надо. Он это прекрасно знает. И я знаю, что он так же ко мне отнесется. Так что мы же мужчины. То, что между нами было, это все остается между нами. И у нас по-любому отношения такие же, я знаю. Если я, например, его увижу, хоть мы и вместе не бываем, все. Понимаешь, он, например, там, в моменте он там в Америке тренировался в другом зале, я там тренировался в другом зале. И все это чуть отдалялось. Это все новое... У него свое новое круг общения. У меня там свое круг общения поменялось. И как-то вот так она осталась. Так что все нормально между нами. Если тебе предложили бы бой с Рустамом Хабиловым или другим каким-нибудь россиянином, ты бы согласился бы на этот бой? Если бы предложили с другим, с каким-нибудь россиянином, может быть, согласился бы. Но с Рустамом Хабиловым мы тренировались, можно сказать, всю жизнь. И мы вместе начинали. Мы вместе жили. Мы в одной комнате... Можно сказать, в одной комнате выросли. И такой бой я... Я не представляю себе, чтобы я выходил и чтобы драться с Рустамом. Может быть, я подерюсь, если братья Фертита, да? А владельцы ее все выйдут, вместе с нами подеремся. Подеремся. А так, для меня это... Можно сказать, это невозможно. Такого боя вы не увидите. Что скажешь об исламе? Ислама часто наблюдаем в твоих социальных сетях, у него... Вот вроде бы видитесь. Что скажешь об этом парне? Какие у него успехи и, возможно, будущее? Каким ты видишь его... Ну, самой престижной организацией, да, в UFC? Да, Ислам крепкий парень. Он растет. Молодой. И... Когда он начинал тренироваться в зале, он совсем такой худенький был. Постоянно хотел чемпионат мира по ВМ сам выиграть и постоянно проигрывал. Я помню, как он все время только вес гонял. С Маратом Магомедом. Они вдвоем все время вместе бывали. А сейчас вот... Парень добился своего. Уже самая престижная организация. Четыре боя подряд выиграл. Все идет хорошо. Думаю, он в скором времени уже будет конкурировать в топ-5. И пояс тоже не за грами для него. Главное, чтобы он не увлекся, конечно, всяким там... Всяким бизнесом. У него все получается. Он должен тренироваться, пахать и выиграть. Да, замечаем. Человек разносторонний. Очень интересно следить за его социальными сетями. Лошадь. Последнее время улегся лошади. Лошадь. Это хорошо. У тебя есть, кстати, интерес? К лошадям? У меня есть друзья. Гасан, Абдусамад, Абдусамад, Абдусамад. Эти ребята, которые... меня поддерживали, когда я только в Махачкаву приехал. Абдусамад меня очень сильно поддерживал. Помогал мне. И у нас также эта дружба продолжается. Когда они выезжают на конные прогулки, они меня постоянно приглашают, зовут. Но у меня это не всегда получается. Я говорю, сейчас перед боем, если я буду на конец какать и упаду, а то травма. Бой отменится. Все. Надо чуть серьезнее отместись. Ну, Ислам, видимо, ничего не боится. Я надеюсь, ты видел последнюю запись, с какой скоростью он скачет. Да, он уже, да, он хорошо там... Овладел светлом. Да, овладел, да. А я тоже скоро начну. После боя. У него будешь забирать лошадей? Нет. Я буду с ним ставить. На своем. У меня тоже есть друзья из Карачаева, Черкесской республики. Вот карачаевцы очень любят, на самом деле, лошадей. Это, на самом деле, их вот призвание. Это их... Прямо вот я уверен, что душа у них лежит. Ну, я думаю, это будет таким маленьким намеком в адрес Кавказца, в адрес, можно сказать, земляков. Вот. Конкурс. Очень интересно слушать о конкурсе. О твоем конкурсе с Мустангом. Вот. Расскажи, что вообще за конкурс? Как вообще пришла идея? Ну, мы видим, что ты у вас не таким желанием. Вообще в медийной сфере, по крайней мере, да. И себя проявляешь. Но чувствуется, что вот желание как-то вот помочь, возможно. Желание, вот этот сам процесс того, что вот ты подаришь, возможно, нуждающим. Возможно, это на самом деле будет тем... Ну, адресно, возможно, это будет. Чувствуется, что вот в этом, да, у тебя искра есть. Расскажи немного об этом. Да, там, друзья мне так предложили, давай, там, вот так попробуем, сделаем. Они мне сразу сказали, мы тебя так отвлекать не будем, все такое, потому что ты готовишься. Я говорю, хорошо, вперед. Они говорят, может, на самом деле кто-то нуждающий выиграет. Это будет сто процентов, все будет по-честному. Потому что я сам лично это буду контролировать. Я никогда в жизни туда не влез бы, если там были какие-нибудь махинации. Тот человек, который будет там участвовать в розыгрыше, он не будет ничем рисковать. Выиграет тот, кому сегодня Аллах пожелал это все, кому предписал. Один кто-то должен выиграть эту машину. И я вот касаемо, конечно, вот этой медийной, вот этой суеты, я не люблю это все. Они прямо на Ленина там начали говорить, давай вот здесь снимем. Я говорю, я такие вещи в жизни не делал, мне стыдно, говорит, тормозите им, говорю. Они говорят, не, не, давай, давай, они как-то уговорили. Я уже раз подписался, я решил согласиться тоже. Уже вариантов не было, подводить людей. Я говорю, все хорошо, вперед, тогда сделаем. Тебе когда-нибудь везло? Вот было ли такое, что в детстве ты участвуешь в каком-то там семинарии, каком-то мастер-классе, каком-то мероприятии, там в цирк пошел, возможно, там с одноклассниками, и там счастливый билет, или там розыгрыш футболка какая-то. Как по жизни тебе везет вообще? Да, везет, почему не? На конкурсах я не участвовал, на рыбалке только мне везло. Я, который хотел поймать рыбу, я один раз, я всю жизнь хотел поймать сама. И я поймал их 10 штук за один раз. Ну, за одну рыбалку 10 штук поймал. Вот это была удача. Это было счастье, да? Кстати, относительно так. Давно вышел в социальных сетях такой ролик, где вы с Хабибом играете приставку. Да, Хабиб Тит Ортис. Покажи, как ты его делал. Ты только. Покажи, как, где это вообще было, как было и вспомни ее, где это вообще происходило? Это в горах, в Цумаде это все было. Мы на сборах были, там даже телевизор старый был. Современный. Очень старый телевизор был, но PlayStation в то время был. И он, конечно, Хабиб, конечно, всегда этот хорошо играл. Я не особо так хорошо умел играть. Да и сейчас, если я буду эту игру играть, я сейчас даже плохо играю. Да, он выиграл меня там. Я до этого там выиграл пару ребят, конечно. Я там, я не знаю с кем, Рошадо Венсом хорошо играл. Ну, а тут проиграл. Потому что он более так лучше играл, чем я. Жустам, хочется, знаешь, от тебя услышать напоследок, знаешь, слова какие-то напутствия по тому, как ты человек очень целеустремленный. Да, в твоей жизни были такие нюансы, когда ты спотыкался, но у тебя хватало смелости, хватало сил подняться и бежать с такой скоростью, что просто не догонишь. Вот хочется от тебя услышать вот эти слова. Те, чтобы вот у кого что-то не получается в жизни, кто вот спотыкается, кто, возможно, проигрывает, чтобы как-то их, возможно, замотивировать на достижение больших высот. Да, конечно, нужно упорствовать, упорствовать. То, что я прихожу в зал, это не значит, что я каждую тренировку свою хочу здесь проводить в зале все это время. Иногда бывают такие дни, что я заставляю себя приходить в зал. Но я знаю, что это надо делать. И я иду до конца. Я приведу пример. Мы когда начинали тренироваться в Абдуманапе, у нас в зале бывало более ста человек даже. И с того времени я могу отличить ребят, которые пошли до конца. И у кого есть успех, это такие бойцы, как Ислам Махачев, Хабиб Нур-Магомедов, Шамиль Зауров, Марат Магомедов. Там, я не знаю, еще, может, кого-то забыл. Я сам тоже. Эльдар. Эльдар Эльдаров. Вот все ребята, которые… У нас более 100 человек, наверное, было. Те, кто не отступили, кто пахал, упорствовал, у них у всех есть результат. А те, кто, конечно, себя не поверили, кто-то бизнесом занялся, кто-то чем-то другим занялся, может, себя в другом направлении нашел. У кого-то и в другом направлении успех был, наверное. Ну, вот пример. Я вот сейчас думаю, вот мы начинали так, мы даже не представляли, что будет. Мы просто слепые, мы тренировались, пахали, упорствовали. И посмотрите, сейчас у всех вроде все хорошо, каждый чего-то добился. И желаю вам тоже, что вы тоже так же упорствовали. Если вы в спорте, чтобы вы тренировались. Если у вас есть какая-то работа, чтобы вы эту работу любили. И, конечно же, развивались. Поэтому все. Успех. Успехов. С нами был российский бойц смешанного стиля. Бойц, который выступает под эгидой UFC. Чемпион Европы по рукопашному бою Рустам Хабилов. Рустам, желаю тебе искренне удачи. Удачи на турнире в Праге. И уверен, что ты одержишь победу. Спасибо, иншаллах. С помощью тебя ждем. Заходите за пол! На этом видео! Спасибо за просмотр! До свидания! Продолжение следует... Подписывайтесь на канал!